Добрый вечер, в эфире Вескарачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В Карачаево-Черкесии зафиксировали рекордную явку на выборах президента России. Об итогах на пресс-конференции рассказала руководитель республиканского избиркома Лариса Базалиева. Вдали от родины они выбирают будущее страны, которое стало для них уже родной. Участие в выборах приняли и беженцы из сектора газа. Активно голосовали и долгожители Карачаева-Черкесии. Софья Барлакова и в этом году исполнится 100 лет, и она не пропускает ни от них выборы. Десятилетие Крымской весны отпраздновали сегодня в республиканской столице. Показаны важнейшие эпизоды событий, которые привели Крымский полуостров в родную гавань. Сегодня избирательная комиссия Карачаева-Черкесии огласила окончательные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации. За Владимира Путина отдали свои голоса более 90% населения республики. Протокол о результатах голосования в республике подписали на заседании регионального избиркома. По словам председателя Ларисы Базалиевой, на данных выборах была установлена высокая явка. Она является рекордной для нашего региона. Мы это ощущали все три дня, наблюдая за участками, добавив, что жалоб в избирательную комиссию Карачаева-Черкесии не поступало. Голоса распределились следующим образом. За Владимира Владимировича Путина проголосовали 239 178 наших с вами земляков. Это составляет 90,07%. Харитонов Николай Михайлович получил поддержку 13 559 избирателей, что составило 5,11%. Слуцкий Леонид Эдуардович 7 745 голосов, 2,92%. Дованков Владислав Андреевич набрал 2764 голоса, что составило 1,04%. Явка по нашей с вами республике составила 90,03%. И они вот именно результаты такие, что мы можем ими гордиться. Итоги трех дней голосования подвели сегодня и в общественной палате Карачаева-Черкесии. В региональном общественном штабе наблюдения круглосуточно трудились порядка 900 общественных наблюдателей. Они следили за прозрачностью и открытостью выборов на избирательных участках и при голосовании на дому. В региональном центре общественного наблюдения эксперты рассказали о проведенном мониторинге избирательных участков. По словам члена президентского совета по развитию гражданского общества, общественные наблюдатели побывали во многих населенных пунктах. По мнению экспертов, выборы в Карачаево-Черкесии проходили на самом высоком уровне. Председатель общественной палаты республики Елена Лешова поблагодарила всех, кто на протяжении трех дней выполняли эту нелегкую работу, которая вносит большой вклад в развитие нашей страны. Мы понимаем, что организовывали и проводили выборы в первую очередь это люди, работающие в республиканской территориальной участковой избирательной комиссии. Им большое спасибо за их труд. Беженцы из сектора газа, у которых есть российское гражданство, смогли принять участие в выборах президента России. В свое время наша страна протянула им руку помощи, а сегодня они решили сделать выбор в пользу ее будущего. Из Тиберды репортаж Аллы Динаевой. Беженцы из сектора газа в Тиберде четвертый месяц. Шесть человек из них имеют российское гражданство, а во второй день выборов президента России они встали пораньше, чтобы участвовать в важном избирательном процессе. Хотя весна вступает в свои права, в Тиберде в этот день выпал снег. Но это не омрачает настроение. Живописный курорт, прекрасен, но в любую погоду. На ближайший 59-й участок, который открылся в здании администрации Тиберды, приехали выходцы из Палестины. Ранее они подали заявление для голосования по месту нахождения. Махмуд Шаббат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и работал в России. Гражданство Махмуд получил три года назад. На выборы Махмуд Шаббат пришел вместе с супругой Ранин, которая недавно тоже получила российское гражданство. Впервые. Я даже у себя там, я сам как бы из Палестины, там тоже ни разу не был на голосовании. Закончил школу, приехал сюда. Вот это впервые в жизни даже, не только в России. Да, поэтому нам как бы очень приятно. И дай бог, чтобы Россия всегда была вперед. Отложив домашние дела на потом, реализовать свое избирательное право идут жители Тиберды. Я пришла с сыном, с младшим. Старший сын служит, дочка учится, муж на работе, как всегда. Мы пришли, выбрали, выбор сделали свой. Думаем, что будет все хорошо. Родители завтра придут голосовать. Сегодня из семьи пришел только я. В выборах президента участвовал первый раз. Я свой выбор сегодня сделал за свою страну. Праздничная атмосфера. Идут, голосуют и наши жители, и приезжие, которые отдыхают в санаториях. Всего в дни выборов в Тиберде открылись четыре избирательных участка, на которых праздничную атмосферу создавали артисты. Дом дружбы народа. Это наша большая семья. Алладинаева, Мухаммед Ашибоков. Вести. Крачево-Черкесия. Тиберда. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о долгожителях, которые активно голосовали на выборах и о праздновании крымской весны. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Днем будут порывы до 16-21. Температура ночью минус 1 плюс 4. В горах до 7 градусов мороза. Днем плюс 9 плюс 14. И местами 5 градусов выше нуля. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Днем будут порывы до 21. Температура ночью 0 плюс 2. А днем 10-12 градусов тепла. Продолжаем наш информационный выпуск. Активное участие в голосовании приняли жители Карачаевска и Карачаевского района. Отдать свой голос за будущее страны пришли старейшины, долгожители и участники СФО. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. С самого раннего утра в ауле Хумара Карачаевского района принять участие в выборах президента России пришли старейшины в национальных костюмах. Почетные жители аула с полной ответственностью понимают важность этого события в стране и своим примером призывают всех жителей Хумары принять участие в судьбе государства. За эти выборы, чтобы нормально прошли. Ну, кто захотел за кого-то. Пускай он нормальный, наш президент будет. Я говорю, чтобы война быстрее закончилась. Это праздничный день. От президента будет зависеть, что будет у нас впереди. Сегодняшний участок я очень рад за нас, потому что мирно все проходит у нас в ауле. Никаких скандалов, никаких шумов нет. Дай Бог, чтобы это по всей России было, по всему бывшему Советскому Союзу, где наши ближние соседи, бывшие нас в СССР, чтобы они тоже за нас многие сейчас голосуют, живущие там. Участник СВО Алексей Ниценко прибыл в родную республику прямо из госпиталя, чтобы исполнить свой гражданский долг. Именно ради будущего государства мы не могли остаться равнодушными к этому важному событию, отмечает Алексей. Для моей семьи очень важный день. Мы с супругой прибыли на голосование. Я с госпиталем не отпустили проголосовать. Я хочу проголосовать в своей республике, в том месте, где мы проживаем. Сын мой уже проголосовал на СВО. Он тоже участник СВО у нас. Свою активную гражданскую позицию выразила почетный работник общего образования России, заслуженный учитель Карачаева Черкесии, долгожительница Карачаевска Софья Барлакова. Софье Юсуповне в этом году исполняется 100 лет. За свою жизнь она голосовала не единожды, считая, что это ее гражданский долг. Представители мэрии Карачаевского городского округа и работники первой школы Карачаевска, где долгие годы проработала Софья Барлакова, вручили долгожительнице цветы и пожелали ей долгих лет жизни. Ваш голос важен. Голос каждого избирателя важен и очень нужен нашей стране. Спасибо вам огромное, что вы есть у нас. Спасибо вам огромное, что ваши родные и близкие всегда с радостью и теплом нас встречают и принимают. Дай Бог вам здоровья. Мирного неба над головой вашим детям тоже. Спасибо вам, Софья Юсуповна, за то, что вы есть у нас. Я голосую за счастливое будущее моей страны, отмечает Софья Юсуповна. Каждые выборы для нее – это не просто отметка в бюллетене, а возможность повлиять на жизнь родного государства, в которой она прожила около века. Чтоб жизнь наша была еще лучшей, еще прекрасней. Огромная у нас страна и прекрасная она страна. Вырастила. Вон каких молодцов. Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Сегодня глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов встретился с участником специальной военной операции Амира Маккау. Он поделился своим впечатлением о встрече с Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал главе государства свою историю об этапах профессионального роста, участии в конкурсе «Лидер России» и о службе в военных силах России и литературном творчестве. Сейчас для Амира главное – восстановить здоровье. Рашид Темрезов сказал, что готов оказать ему поддержку в реализации его профессиональных планов. Сегодня в Карачаево-Черкесии отметили десятилетие Крымской весны. Праздничное мероприятие прошло в центре региональной столицы. Напомним, что в марте 2014 года по итогам референдума более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Тему продолжит наш корреспондент Артур Мхце. На этих фотографиях краткая хронология событий, которые предшествовали Крымской весне. Экспозиция, подготовленная Республиканским краеведческим музеем, возвращает к тому моменту, когда Крым и Севастополь стали частью России. Государственный совет Крыма, они сами знают, они непосредственно принимали участие, как это все происходило, что нужно подсветить, что нужно показать. Они знают лучше всех, и мы остановили свой выбор именно на их фотографиях. О значимости событий десятилетней давности говорили многие из тех, кто посетил праздничное мероприятие. Это воля изъявления народа Крыма о воссоединении с Российской Федерацией было правильным со всех сторон. То есть чаяния людей, которые там жили, которые десятилетиями хотели быть вместе с Россией, это осуществилось. Сегодня полуостров приобретает облик российских городов, тысячи километров дорог, новые школы, детские сады, медицинские учреждения. Все это строится сегодня в Крыму. Но, к сожалению, не все в мире разделяют нашу радость. В этот день на большом экране Госфилармонии также были показаны важнейшие эпизоды событий десятилетней давности, которые, как говорили участники мероприятия, привели Крымский полуостров в родную гавань. А затем представители разных поколений и сфер деятельности стали свидетелями красочного музыкального действа с участием артистов. Звучавшие со сцены песни как нельзя лучше демонстрировали эмоции людей, сумевших в трудный период времени выбрать тот путь, который привел их в состав Российской Федерации. Артур Махце, Мурат Муков, Вести, Карачаев, Черкисия. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Наступил не только период обновления и возрождения, но и еще одна замечательная возможность проявить лучшие духовно-нравственные качества. Желаю всем верующим крепкого здоровья и благополучия, душевного спокойствия, говорится в поздравлении главы республики Рашида Тимрезова. Великий пост продлится 7 недель и завершится Пасхой 5 мая. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма Воснецова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!